Всем привет, добро пожаловать на канал, меня зовут Вадим, давненько мы опять с вами не виделись, но что делать, живем теперь как на вулкане, так что давайте немножко о хорошем. О хорошем хочу вам рассказать историю, которая со мной приключилась еще в 21 году, в ноябре месяце. Мне кажется, это будет довольно интересно, это не стандартный рассказ про Стамбул, город контрастов, а это такая частная личная история, которая подкреплена множествами видеофактов. И я думаю, что вам это понравится. Кстати, история довольно интересная, с необычным концом, так что досмотрите до конца и теперь хватит этой вводной части, давайте теперь ближе к делу. Это история про то, как я решил слетать в Стамбул на 4 дня и задержался в командировке на полтора месяца. А всему виной был беспробудный кутеж с бывшим криптоэнтузиастом. Началась вот путь с Турции, а потом меня понесло по миру. Впереди очень много кадров, а пока послушайте мою вводную часть. Ну и как-никак, это все-таки история об одном человеке. Звонит мне как-то в ноябре месяце мой дружи Чарли, это вот он, ну считайте, он у меня чуть ли не как не соведущий канала. И говорит, броу, у меня тут кореш появился, ну мы еще так хорошо друг друга не знаем, но мы уже с ним чуть ли не как братья. Бабла у него просто немерено, вот космос садит направо и налево, прям чуть ли не с двух рук одновременно. Прилетая в Стамбул, я тебя хочу с ним познакомить. Вот, что ты думаешь? Ну, как бы, об чем с речью? Ну, в общем, вылетел, в аэропорту меня встречает. Буз представительского класса везет на место встречи, где, то есть они там все находятся. Сейчас еду, встретили меня, вот, но я один, правда. Такое, цыганская порока, ну, приятно. Вот, сейчас ехать и на ужин меня ждут. Ужин, говорят, будет интересно. Подъезжаю, встречает меня такой уже праздничный Чарли. Бро, чё, как дела? То есть там два-три дежурных предложения. Говорит, пойдем, отойдем. Я тебя сейчас познакомлю с очень серьезным человеком. Зовут его Биллиан. Я говорю, Биллиан, то есть это как миллиард, да, если на английском. Он говорит, ну да, Биллиан. Я говорю, мать, ну, назвала такими меня. Говорит, нет, это псевдоним. Я думаю, ну, рэпер, что ли? Нет, не рэпер, просто вот Биллиан, он хочет, чтобы к нему обращались все, как к Биллиану. Как бы, ну да ладно, хорошо. Знаете, как, ну, грубо говоря, то есть у нас уже такой возраст, там, 35 и выше, ну, хотя бы уже не стареем, опять как-то кличками вернулись каким-то. Ну, в общем, подводит он меня к Биллиану. Привет, привет. Ну, то есть там, Вадим, там, Биллиан. Очень приятно, конечно, скажу вам, первые два-три дня я испытывал очень сильный стыд, особенно прилюдно обращаться к нему, как к Биллиану, но потом как-то привык. Ну, что ж, сели, ресторан, это, знаете, когда открывается меню и заказывается практически все меню, съедается там, не знаю, процентов, наверное, 30, остальное это оставляется. Ну, поели, пообщались, вроде как-то так, ни о чем, но и опять же, что вы хотите за первые сутки. После этого поехали в клуб. Я говорю, Чарли, а мы там что, по делам будем говорить, какой план на завтра и так далее. Да, не-не-не, говорит, все ровно, сейчас, ну, давай, сейчас просто едем в клуб, там, дальше движуем. Ну, что ж, по течению и так далее. Из ресторана садимся в буст, там водитель, двое охранников, в общем, музыка, какое-то едем, я еще в голове думаю, блин, ну, реально какой-то клип попал, рэперы какие-то в жизни. Ну, для меня это было интересно, поскольку я не привык к такого рода отдыху, это как-то, знаете, когда больше с друзьями, там, или были где-то, там, в ресторане встретиться, где-нибудь там, в паре, там, знаете, ну, или там дома, там, в общем, вина подегустируют. А тут, ну, как будто в клип попал. Клуб, вип-стол, я новенький, ребята уже себя более так раскованно ведут, я еще так стесняюсь. Ну, как вы видите, шампанское, ребята уже вот ничему не удивляются, все равно, по мне, вот эти все фейерверки, честно вам скажу, стыдно, я не понимаю, зачем это нужно, особенно, если заказал крутую бутылку, ну, так, пусть они тебе принесут, зачем нужен этот салют, фейерверк, чтобы на тебя там все смотрели. Оказывается, такое, какое-то у нас звериное общество, то круче, но на тебя все смотрят. Пут назывался Руби, тусили мы там до самого утра, вот в прямом смысле этого слова, это когда уже прекратил играть диджей, и на танцпол вышли женщины со швабрами. Вот когда они уже начали показывать свое шоу, тогда упал интерес, и мы отправились в сторону новой виллы, которую вот недавно снял Биллиан, и это был наш первый день заезда. Я не знаю, почему так все заняло долго, но мы очень долго стояли у бассейна и инструктировали охрану. Вот так мы встретили рассвет. Красота. Ну, как по-моему. Кайф, правда, жалко, что температура не очень, где-то 12 градусов не поплаваешь. Ну, если, конечно, запрыгнешь, то сразу отрезвеешь. Ну что, теперь давайте, как обычно, рум-тур по дому. Вот такой вид на Босфор. Хорошее было месторасположение, но единственный минус был в том, что он находился довольно далековато от Стамбула, где-то минут 30-40 езды, если без пробок. Ну, вот сами представляете, Стамбул это город пробок. Ну, а так в целом все нормально, дом большой, но, конечно, немножко ушатанный. И все время там было немножко прохладно. Скажем так, забегая наперед, это вот самое худшее, что со мной там приключилось. Я вечно не мерз. Это не жалко, веро? Это не жалко, веро? Это не жалко, веро semester, веро. Все время, как день? Я чувствую, как пицца. В общем, я чувствую, как пицца. В целом в сказке, как пицца. Как пицца, броня. sentи, предлагайте на шпички. Ну, пока нами были соблюдены все традиции, потом проснулись ребята, и мы выдвинулись завтракать уже поздним вечером в Sunset Grill Bar. Вот, кстати, если кто там был, напишите, как вам понравилось, да или нет, мне понравилось. Но, если вы думаете, я вам сейчас буду просто показывать какие-то красивые кадры и давать какие-то свои постные комментарии, вы глубоко ошибаетесь, потому что мы здесь все собрались на историю. И я сейчас вас к ней очень плавно подвожу. Ну, помните, вначале я говорил, что я сюда прилетел как бы на дело бизнес делать? Ну, так вот, как-то Биллиан пока не был ко мне благосклонен, и мы просто ездили, и, ну, вот, там, встречались с людьми и питались. Кто-то не развеучивается. Ну, и как-то так все, пока да ни о чем, мне тоже было непонятно, что мне делать-то. Но, наслаждался моментом, вот, собственно, вам это и показываю. Очень интересно, в помещении очень сильный запах дрюфеля. Вечер закончился вечеринкой, у Биллиана дома, гуляли все приезжие, гуляла вся шобла. А, видите, даже кому-то места не хватило. Вот, спит на диване дружище Расул, он сам турок, очень классный парень. У нас был таким решалой, специалистом по всем вопросам. Да, как вы видите, вечеринка удалась, и, возможно, мы даже после водки пили портвейн. В последнее время что-то не особо люблю бухать, поскольку все время же болит башка. В этом вопросе Биллиан выступал как волон из известного нам всем романа и предлагал нам лечить подобное подобным. Так сказать, две стопки водки с острой горячей закуской. Азербайджанская икра. В общем, все началось как-то довольно тусовочно. Вот эти бары, рестораны, спа, ночные клубы. Мы даже по делам как-то нормально не пообщались. Почему? Да потому что мы были заняты тусовками. Мы были заняты наслаждением жизни, если так можно произноситься. Не было времени. Не было времени пообщаться. Но потом, через какое-то время, настало время пообщаться серьезно. Порешать дела. То есть, я говорю, слушай, дружище, что со мной? Чем обязан? С его уст прозвучала такая довольно замудренная речь. Я бы сказал, такая несмазанная, скрипящая, заготовленная телега. Но главное в данном случае делать серьезный вид, периодически задавать вопросы, дабы показать какую-то причастность к беседе. Потому что было вообще нифига непонятно, что он говорит. И хотя в криптосреде я более-менее ориентируюсь, но безумие. Ну, в общем, смотрел на окружающих и кивал головой. Ну и по итогу этого разговора прозвучал вопрос. Какую ты таблетку убираешь? Красную или синюю? Ну, как в «Матрице», помните? Я вообще ничего не понял, поэтому так думаю. Ну, говорю, я возьму ту, которую возьмешь ты. Он такой, ага. Будешь в команде? Я говорю, ну, а что делать-то надо? Будем строить метавселенную. Ну, говорю, а взамен что? Ну, а взамен полное мое покровительство тебя, твоей семьи, чтобы все были довольны, чтобы дети были сыты, жена довольна. Ну, и, конечно же, шекели. Все это получишь. Ну, в общем, прикинул заработную плату, так довольно даже. Завысил где-то, ну, видя, как он тусуется. Говорю, ну, вот так. Ну, говорю, да, не вопрос. Хорошо, давай кошелек сбросил на крипто-кошелек. Смотрю, такой, знаете, как из места встречи изменить нельзя. Нам с Лёлей этих денежек на целый годок хватит. Еще проживи этот год. Ну, хорошо, давай тогда в теме скажи, что нужно. То есть, давай задание, давай будем обсуждать. Ну, и опять эти полились тонны пустых слов. Ну, типа, там, ща, погоди, щас, вот, мы сейчас вот скоро начнем. Сейчас, ну, щас, давай пока тусуемся. Ну, и действительно, мы дальше продолжали тусоваться. Вот такой Стамбул. Город контрастов. Лицо мое просто спито. А сейчас, на секундочку, 4 часа дня. Потом все расчехлятся, раздуплятся и поедут завтракать примерно 7-8 вечера. А вот вы в курсе то, что Стамбул это единственный город в мире, который удобно расположен на двух континентах. Вот главное, удобно. Мне нравится, когда написано в Википедии. Вот за моей спиной, за моей спиной, вот здесь, где я пальцем показываю, находится Азия. Я нахожусь в Европе. То есть, другими словами, я нахожусь на европейской части, на европейском континенте, а там Азия. Вот здесь пролив Золотого Рога, который можно просто переплыть, мне кажется, вплавь. Не то, что мне кажется, я уверен в этом. Не в своих силах, но в чужих уж точно. А теперь давайте немножко откроем ящик Пандоры и устроим ад Израиль в комментариях. Вот как бы вы хотели называть этот город? Стамбул или Константинополь? Кому какой вариант по душе ближе? Пишите в комментарии, мне интересно, и почему он вам ближе. Помните, вначале я за кадром говорил, что мне все время было холодно? Так вот, у Чарли на этот счет, как он читал, был очень хороший рецепт. Чарли с рецептом немножко перегнул, и вот не был в состоянии давать консультации по традиционной китайской медицине. Рансу заказывает завтрак. Завтрак у нас был примерно, ну, чаще всего в 4 часа дня, поскольку жили мы такое чувство по американскому времени. Поскольку самое раннее, во сколько мы могли проснуться, это где-то в 2, вот это, вот я чемпион здесь, поскольку я слабак в ночное время суток. Я не могу тусоваться, и максимум, сколько мне хватает, ну, может, там, ну, до 5 утра, ну, дальше это просто невозможно. А сам патрон, конечно же, ложился спать примерно в 7-8 утра. Ну, и вот вы себе представляете, где-то все, так сказать, очнулись к 4, пока собрались, в 5 выдвинулись. И вот так всю ночь, и за дня в день, и за дня в день. Ну, а что ты хочешь? Вадим, зарплату получил, ну, надо отрабатывать. Говорю я сейчас самому себе, при вас. Но, как бы, с другой стороны, я еще так никогда не работал. Что-то новое. Что-то новое. Хорошо, давайте посмотрим. Вадим, как это, как вы видите, как вы видите, это турки-пакет, да? Пишите, пожалуйста, это кинг-кабель. Оооо, что это? Что-то вы думаете, это необычное. Это необычное, да? Это турки, это истанбург. Хорошо. Мы все ждем здесь, да? Да. Это турки-пакет. Хорошо. Что-то вы думаете, что вы думаете? Это очень красиво, очень красиво. Это кинг-табель, премь-табель. Да. И посмотрите, как Босфор. Окей, как Босфор, так вот. Да, да, да. Давай с тарелкой. Окей. 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 Перфект. Перфект. Трэбл... История. Пробщем он любую проблему совмепит своим ПВО. Или другими словами. У него вечно в воздушном флоте много байрактаров. Всегда выявит и уничтожит цель. Ну, конечно, у всего этого была такая своя определенная специфика, особенно когда он любил выходить из своего буса или заходить. Должна была играть максимально громко одна песня. И как бы, и вот все, то есть из биллион, из своего автодока выплывает в люди. И, конечно же, благо тогда еще бушевал ковид, всегда можно было натянуть маску, капюшон, ну и так одним глазом косо поглядывая под ноги, ну, чтобы не споткнуться. Стыдно было максимально. И вот до сих пор даже рассказываю, как это дебильно. Но вот чем-то надо платить и жертвовать. Но что касательно тусовок, он любил все эти свои тусовки разбавлять такими легкими запрещенными веществами. Ну, там мы-то с Чарли, ну, как по классике, там, знаете, натурпродукт, а у него вот это уже какая-то там химия и все остальное, просто не буду это говорить. И главное вот из всего этого движа, когда куда-либо заходишь в клуб, в ресторан, главное, чтобы мы всегда были вместе, мы его себя сопровождали. То есть у нас было пять человек, ну, включая меня, не считая двух охранников и водителей. Соответственно, если там совсем в ночь, то там был еще один водитель в качестве смены, ну, то есть такая прям свита заходит на вид, место, и вот ты, главное, идешь, то есть там, главное, чтобы все так круто выглядели и вплывали, ну, какую-то там вип-зону, чтобы там можно было заказать шампанское и посмотреть на людей и себя показать. Вот, конечно, среди всей этой тусовочной дымки встречались довольно интересные люди, вот, например, как... Кто разделяет мою компанию? Очень приятный мне интересный человек по имени Сайрес, а фамилия его по-русски звучит как Бах-Леви, а по-английски это будет Павлави, это внук Шаха Ирана. Вот, я сказал все правильно? Да, да, да. Все верно? Да, да, да. Сай, скажи мне, а ты откуда так хорошо знаешь русский вообще? Девочек, девочек, очень девочек, да. От девочек, от девочек, лучший в русских языках. Моя жена русская. Когда ты вчера посетила Ирану? В последнее время, когда ты был... В 1979. Да, и это все. И ты не возвращаешь? Нет, 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 нет. Я не возвращаюсь. Я вспомнил, что на автобусе уехал, даже когда я был очень маленький, 9 лет назад, я чувствовал, что я потерялся, но я не пришла. Персеполис Парти, что ты думаешь? Знаешь, есть много румярсов и что-то такое. У тебя себя лично, или ты не родился в то время? Нет, я родился, но я не... Я учился? Нет, я не учился. Я был очень маленький. Очень вам рекомендую почитать Персепольскую вечеринку, которая была в 1971 году. Она считается самой дорогой вечеринкой в мире. По разным источникам Дед Сайрос огульнул на 100 миллионов долларов, что с учетом инфляции на сегодняшний день составляет примерно 650 миллионов долларов. А вечеринка немножко позже стоила ему власти. Она являлась поводом, чтобы начать революцию против Шаха. И в 1979 году Шах бежал. Когда вы живете, когда вы были 9 лет? В Тигран? В Тигран? В Тигран? Да, я стоял в Садабад, где был полис. Потом мы ходили в Ношар. Мы ходили в Европу. Но, большинство времени, я любил это. Я все равно вспомнил в Иране. Он красивый. Да, привет, как дела? Вы присоединяете нашим... Что такое? Это что? Я люблю, что он так fascинен. Окей, давайте идем. Окей, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я знаю, спасибо, что вы белые. Иран. Что ты? Иран. Скоро? Иран. Иран, «Боноседа». Иран, быконоседа. Извините, ты как-ли. время шло мы только тусовались и ели кстати это классный ресторан это как можно сказать филиал известного ресторана sol bay где этот турок который сыпит соль классное место можете взглянуть на меню вот он qr-код пожалуйста но у нас по классике было заказано пол меню после чего началась какая-то суета и потом уже это демонстративная готовка я сейчас вот во второй раз повторюсь я неспроста показываю все эти кадры это часть сюжетные линии ну и с другой стороны я не часто выпускаю выпуски вы посмотрите проголодаетесь возможно а я посмотрю свой видео отчет и на миг окунуть в это безвозвратно ушедшее прошлое после стейков можно такос на десерт и настало время подумать тут и подчеркиваю подумать о спорте и так телевизор в коем-то веке попросил чтобы меня отсняли а тут сразу было свистом лучше вернусь я обратно за камеру сейчас немножко отойдем от досугой я щас поясню что мы вообще там на этом матче делали наш патрон любил встречаться с важными людьми в довольно таких интересных необычных понтовитых местах что в принципе неплохо но у него была такая манера он любил демонстративно намеренно опаздывается на 15-20 минут а вот так конкретно капитально и вот в данном случае мы приехали под самый конец баскетбольной игры и соответственно с теми людьми с которыми у нас была назначена встреча они просто решили нас не дожидаться но поскольку они были довольно скажем так оскорблены и решили просто уехать ну вот так вот такой бизнес гений вот такой план вот такая дрессировка потенциальных партнеров и в тот момент вот у нас у всех какой-то появился такой негативный осадок касательно биллина потому что мы все время опаздывали на встречи а что мы делали тем временем когда нас дожидались потенциальные партнеры мы просто тупо жрали жрали и болтали ни о чем вообще ну что за глупости зачем какие-то тут лишние понты давать придем на встречу хотя бы вовремя но нет работал протокол по протоколу я расскажу чуть-чуть позже вообще что такое протокол но чуть позже короче сайреса команда проиграла так что спросим его мнение что он думает смотрим утренняя картина была вам уже наверно знакома это я вам так еще выжимку показываю а этот день сурка длился у меня на протяжении трех недель вы все только можете представить трех недель отчаянное нажиралово было каждый день новые дружественные контакты обретались довольно сложно поэтому нужно было всегда продемонстрировать кто в доме хозяин конечно биллион как патрон его должны были всегда чаще всего сопровождать две спутницы и вот он момент когда выходил с ними вот это все стадо выходила с комнаты особенно когда мучила алко нарко похмелье вот это мы садились за круглый стол и он любил насыпел и любил при них нам нарезать задачи и такое чувство казалось что прямо в тот момент прям загорал от уровня своего че и свою мил тем самым он просто прям мерцал гранями и за это проститутки его уважали доме напоминал режимный объект большая часть команды спит до четырех часов дня за исключением меня и чарли у которой там просыпались 12 выехать в центр и хотя бы там поснимать город и какой-нибудь может контент сделать или просто хотя бы побыть в одиночестве запрещено поскольку протокол я помню что я вам не рассказал про протокол наберитесь терпения всему свое время если хочешь выйти то пожалуйста можешь прогуляться по окрестностям но и допустим дойти до ближайшего ресторана ну да и тот только в присутствии охраны ну короче какая-то шиза полная и тут радостная новость звонит мне мой давний хороший друг и говорит слушай я прилетаю в стамбул на три дня по делам но и я же знаю что ты в стамбуле давай можешь пересечемся я аж просто прям от восторга подпрыгнул согласовал с били нам рассказал что хороший друг получил его благословение патрон прям снизошел сказала вадим я хочу чтобы ты его прям встретил с аэропорта завери его и вези к нам игру не дружище в отеле живет у свои дела никаких отелей вези к нам пусть живет у нас в общем выдвинулся рейс у друга был довольно ранний поэтому был счастливый решала расул вот он сейчас прям пританцовывает под музыку и такой же довольный охранник почему потому что все были счастливы что им не надо сидеть в доме до четырех дня и ждать пока эти ребята пробудятся тут хотя бы какой-то движ начался должен был ехать чарли но он переборщил с китайской так сказать медициной и был немножко разобран встретил дружище ну пока еще патрон спал решили мы покоротать время в ресторане пополняются ряды наши дружище наверное я его лицо наверно сразу заблюрю потому что не стоит вам его знать но сейчас стоим любуемся видом да какой вид то на босфор после того как билин пробудился я представил друга патрону у них была такая общая короткая водная беседа но с очень твердым вердиктом если конечно это все адаптировать то вождь высказался вот в стиле обыкновенное чудо вы помните там король был и вот говорил он следующее сегодня я буду кутить весело добродушно со всякими безобидными выходками приготовьте посуду тарелки я буду это все бить уберите хлеб азарин я подожгу ну а дальше праздник танцы фейерверк мясник но он в данном случае такая уже турецкая копия мусорета гюкчека мусорета гюкчека мусорета гюкчека он тоже турок игрословник и вот мне кажется что у вас может сложиться неверное впечатление того что будто бы я не недоволен этой жирной жизнью и вот тут прям знаете снаблю перед вами а другими словами если бы посмотреть то будто бы понтуюсь нет весь этот кутеж больше нами воспринимался как принудительные веселья но вот если никому не весело то зачем это все делать и каждый день извините что отступаю но мне прям напомнило эти кадры это яркий пример того как выглядит принудительное веселье и у нас где-то отдаленно что-то было очень похожее потому что иногда складывалось впечатление будто бы нас как не знаю как кабанчиков на убой кормит вот что-то с нами должно произойти казалось бы вот вот сейчас вот появится это кульминация развязка для чего мы это все делаем но пока она не наступала возможно вы не узнаете чуть попозже вот такой кристалл бьется позорно вот с таких стаканчиков по случаю приезда друга у меня появился повод улизнуть ну поскольку как с дружище мы давно не виделись хотелось вместе провести время да элементарно просто погулять по городу от патрона получил одобрение но к нам был приставлен водитель и охрана ставлю хэштег забота пытался вести мой классический travel блог но когда пересматривал все это выглядело настолько гигиенично и неинтересно и заканчивалось все это одной мыслью город который лежит на двух континентах ну вот это единственная мысль которую мне приходила в мою пропитую голову континенте вот здесь европа а вон там через босфор но и с другой стороны в защиту скажу что у меня не было времени подготовиться так что как-нибудь другой раз я как следует задумкой уже поеду и освещу турцию хотя была у меня одна зарисовка для меня очень сенситивный момент поскольку я любитель раньше был игры ассасин крит и вот это место было в компьютерной игре забыл персонаж по имени энсо если мне память не изменяет мог подбежать вот к этой башне и забраться на ее вверх и оттуда любоваться прекрасным видом на молодой тогда стамбул и недавно павший константинополь это конечно же не башня а колонна константина был этот памятник торжественно открыт в 330 году константином первым великим на вершине колонны была установлена золотая статуя самого константина но золотой статуе все время не везло то землетрясение то пожары то молнии и она все время слетала вниз и как-то раз после мощного шторма когда константин в очередной раз слетел на землю решили статуи не трогать и оставить одну колонну ну вот и все после трех дней пребывания дружище с радостью покинул наше общество оставив мне такой комментарий вадик либо ваш босс сумасшедший либо он какой-то гений который что-то знает и очень тщательно это скрывает так что с вами хорошо но без вас еще лучше все счастливо держись и начались для меня суровые тусовочные будни трудовыми мне конечно язык не повернется так сказать но все же сейчас на улице разыгрался мощнейший ураган везде и вот так задувает не только чарли может но еще и природа дает знать о себе вынуждены мы сегодня весь день просидеть дома чарли этому был рад задували двое но я не знаю когда выйдет этот выпуск но если вдруг захотите загуглить то вы на ютюбе найдете информацию про этот ураган который был в штамбуле в ноябре 28 ноября по-моему 2021 года зашел ну за угол поэтому валим на базу на базу пока мне на колпак чего-нибудь да не приземлилась делами себе конечно может так назвать делами мы занимались но максимум может быть два-три часа в день это максимум потолок но для этого были соблюдены все традиции водители поехал в магазин купил доску привез фломастер и биллинга школьный учитель выходил все выписывал и нас конечно же муштровал на предмет усвоение материала единственное что я вот в чем твердо убедился это знаете как это вот метавселенная и вот метадон убили она здесь какой-то появился между ними знак равно да конечно шучу то есть биллин при мне никогда не был аптечным ковбоем но да и вообще сама его идея метавселенная она была знаете как очень прорисована очень такими блеклыми акварельными красками потому что я развязки этого всего проекта не видел ну да ладно главное что и благо что биллин сам очень часто перегревался и вот уже хватало там часа два-три поэтому дальше нужно было спустить пара это куда поехать в ресторан накатить ну и дальше все по кругу по кругу по кругу так прошло уже где-то две недели возможно у вас появится вопрос а что вообще по делам обсуждали а вот не секрет обсуждали мы триллионы при этом без какой-либо стратегии ну мол скоро будущее поэтому нам надо всем успеть и вместе его оседлать дабы подчеркнуть больше какой-то глубины информации фокус делался на просмотрах футуристических сериалов и фильмов ну по типу как west world love death robots ну и многое другое вот на базе всего этого материала у нас должны были родиться какие-то идеи касательно нашей метавселенной но вы уже знаете нашу компашку поэтому мы упарывались кто чем во время просмотров и единственные комментарии которые исходили из наших уст это были по типу давай еще посмотрим серию если вас интересует какого рода бред мы обсуждали вот пример одной из историй значит в ливии должны были состояться президентские выборы на тот момент но они не состоялись еще забегаю вперед это просто может в википедии проверить не состоялись потому что почитайте сами на тот момент они должны были состояться и должны они были произойти через две-три недели значит биллиан нам говорит что мы должны лететь в ливии чтобы поддержать дружественного нам кандидата кандидат вообще не знал что существует такой биллиан а биллиан не был в свою очередь с кандидатом знаком встречу гарантировал нам посредник это все просто проходимец с улицы фуфломет и ну как бы ну даже но который может в газете это вычитал вот уровень да но биллиан проникся этими словами влюбился в эту подачу по задумке мы должны вылететь в ливию познакомиться с кандидатом проинвестировать в избирательную кампанию для того чтобы мы могли контролировать часть ресурсов ливии но ввиду того что в ливии опасно поэтому мы должны быть подготовленными и таким образом он нам назначил тренировки по стрельбе вот здесь данном случае я биллиан искренне благодарен спасибо бро было круто это опыт это было классно поэтому мы ходили каждый день в тир стреляли чтобы полететь в ливию познакомиться с человеком которого мы не знали и проинвестировать в его избирательную кампанию которого которая уже на тот момент шла ну и началась подготовка к поездке вот вы представляете какая бредятина абсурд мы тренируемся чтобы поехать в ливию познакомиться с кандидатом эти навыки стрельбы мы будем как их продавать демонстрировать тогда в таком случае мы что едем воевать в ливию или мы хотим попасть в найм к этому кандидату в качестве охранников вот такие размышления у нас были с парнями в курилке вот конечно же в тот момент когда биллиан не было рядом решили мы не трогать этот воспаленный английский вопрос а просто продолжать стрелять занятия состояли из разогрева теории практики обеда и потом еще как следует побольше стрельбы конечно патрон не жалел деньги на патроны и шкури его ну как минимум в два раза но с другой стороны что вы хотите приходит человек и говорит меня зовут биллиан и вот это моя команда мы хотим сейчас начать тренироваться стрелять здесь будем только мы и столько сколько хотим поэтому закрывайте тир вопрос к вам зрители как бы вы поступили ну и вот и еда подоспела потому что сейчас 12 часов ночи во время стрельбы самые крутые слова поддержки звучали а чарли вот мне казалось что я в цель могу попасть закрытыми глазами после освоения навыков стрельбы самое время начать контролировать базар гран база у патрона было как-то озарение и он придумал а что если сделать гран базар coin сделаем монету и будут ей все торгаши и покупатели пользоваться а почему нет странно что это ниши еще не занято самое время начать нам переговоры с гран базаром этот базар кстати был основан в 1455 году но на встрече не присутствовал так сказать этот директор рынка директор этого гран базара но биллиан решил поступить проще он просто обратился к одному из торговцев этого гран базара которому принадлежит один магазинчик расписал он ему более-менее схему но так без деталей детали как раз таки он хотел услышать от торговца а торговец особо не понял что он хочет и подумал что сейчас будут привлечены большие инвестиции в магазин поэтому начал нахваливать свой товар и многочисленную клиентскую базу закончилось все это на удивление билина ничем чем чем больше проигрывали на финансовых фронтах тем больше вкладывались в оборонку но это так опять очередная игра слов большего прогресса мы достигали на тренировках патрон прям вгрызался в стрельбу проверял наши результаты но чтобы не филонили и что прогресс был виден тут даже было приятно звать патрона и демонстрировать ему свои результаты еще получать какие-то одобрительные комментарии прям не знаю чувствовал себя как сикарио говорю это с улыбкой на лице санитарная пауза вот приходится два ствола держать чарли медведя подбил а второй медведь на стуле сидит война войной обед по расписанию и рассул был ответственные касательно этого вопроса приятно было начинать прием пищи во время того как он начинает рассказывать турецкие притчи сенту он грамма грампа дейсей а вот они видит алон ютай алон судьи нас а один и у нас вы это гадо теперь еще одна дополнительная притча от разума и вьюс и милл и пипл и тинь тринь you sit and eat and drink but if you saw and fighting break fight just go this is also traditional sentence кто знает какая разница между оливкой и маслиной пишите в комментарии прием пищи происходит кстати на секундочку вот так во все оружие потому что ну рак у ворот вот и час ночи а что мы будем делать мы сейчас будем стрелять погнали на очередной день очередное что очередное мощь и спускание ну а теперь если сейчас плавно заканчивать тему стрельбы понятно что кадров у меня масса не увидели и верхушки айсберга да и с другой стороны что он у него смотреться довольно однотипно кадры ну примерно те же но скажу вам что каждое наше занятие плавно становилось дороже предыдущего все из-за тотальной наглости и развязанности дело в том что патрон начал таскать собой временных спутниц в тир и каждый раз были новые лица а по дамским лицам все понятно что их интересуют стволы но не эти а другие репутация была у нас не так себе понятно что какой-то богатый мешок денег который садят деньги направо-налево вот такое к нам было отношение платили по двойному по тройному цене но и понятно били он не может платить мало это даже заложено в фундаменте его клички время шло гильзы разлетались в разные стороны выборы уже все близились но и конечно же билин увидел что нет поддержки в коллективе по поводу ливийского вопроса да и хотя он сам ехать особо туда не хотел окичился больше при дамах которые вы сопровождали повестка была изменена летим в юар в юар в йоханнесбург чтобы забрать у какого-то чела физически триллион наличных ну вот 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 примерно да вот вот это было так честно скажу не спал трое суток все время подойдите встречи так далее завтра улетаем такой расклад ночи билеты не куплены вообще покончили точно ну вот так вот если это в мимически показывать но виду того что юар закрылся из-за к видам мы как-то остались турция турция это вообще такая была у нас некая это временная база чтобы нам вообще понять что нам делать и куда двигаться на время шло мы только в принципе хорошо оттачивали стрельбу ну и все то есть по делам подвижек ну то есть знаете как 0 когда мы свалим с этого дома задаюсь вопросом я в принципе по плотности задачу мы вообще могли как бы вместе не находиться и эти деньги можно было не выбрасывать мы могли каждый из дома работать ну там нужно зум звонок устраивать там раз в день и все это буду так с головой достаточно но нет протокол это он так называл протокол протокол то значит ну то что я никогда не видел на то что никогда не подписывал но протокол у него все время невидимо пополнялся какими-то пунктами какие-то отбрасывались мы должны были следовать протоколу другими словами просто все время быть вместе и весело тусить разогреваем орешки и честно говоря переставлю что можно будет из ташки разогревать но будет очень прикольно и выпитая турецкая кофе это на слишком большое было что делать в ливию не летим и уар закрыли вот было принято стратегическое решение отправиться в абу-даби на формулу-1 начиналась она семья память не изменяет в пятницу а заканчивался на воскресенье но ввиду того что будет очень плотно не сел с девчонками по моему это с пятницы на субботу он проснулся глубоко за обед субботы и мы начали истерично покупать билеты билетов в абу-даби не было потому что то есть тогда они тоже напрямую не летали ввиду ковидных ограничений ну и так далее формулу мы не успели решили тогда отправимся в дубай что будем делать в дубае будем встречаться с людьми общаться и зарабатывать деньги как не уточнилась а какая разница ты просто сиди не вяк и будь рядом полетели ну что стамбул считаете уже позади сейчас главное успеть на рейс в дубай поскольку мы уже опаздывал и последние на регистрации честно говоря первый раз лище вот на таком самолете очень любопытно как будет внутри лейтенанты и геннамены а а а а и 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 пойму, для чего все это делать. Пока сейчас как-то подсознательно тянет. Ну и так, здесь ламп, это баранина. И три по три. Честно говоря, вот между нами меня вот растражает один момент. Вот моего друга Чарли из Дибилища. Черта просто наибилища. Он все время во время пути. То есть, когда мы куда-то движемся из точки А в точку Б, он все время копошится в своих сумках. И он все время в них копошится. Неважно, летим мы в самолете, неважно, едем ли мы в такси. В автобусе он все время что-то перепроверяет. И это, в принципе, происходит без остановки. Чарли, братан, прости, я понимаю, что ты это отрицаешь, но вот тебе видеопример. Вот что он ищет. Прилетели в Дубай, вот как только вышли с аэропорта, сразу расслабились. Ну, поскольку Дубай в декабре будет гораздо помягче, чем Стамбул. Сразу же надо вновь посетить Абу-Даби. Она сама по себе как-то отпала. Решили никуда не ехать, да останемся мы в Дубае. Прекрасно. 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 А тем временем в Дубае происходит Экспо 2020. Немножко, конечно, запоздало, но лучше поздно, чем никогда. Становились в Кимпинске. Вот сейчас открою одну цифру, так, чтобы вообще для понимания. В сутки нам обходилось проживание, два номера, люкс или полу-люкс, десять тысяч долларов в день. В день. Что вы думаете здесь? Рум-тур, рум-тур, рум-тур. Это наш первый номер у бассейна и сам номер состоит из двух этажей. На втором этаже четыре большие спальни, а на первом этаже гостиная плюс кухня. Ну и на улице, естественно, бассейн. Немножко нужно размять ноги и вы попадаете в номер с очень перспективным видом. Там три большие спальни плюс общая столовая с отдельной уютной стоящей гостиной. Плюс с огромнейшей террасой. Ее вы увидите чуть-чуть позже. Что ж, ребята? Доброе утро! Где мы? Мы в Дубай, милый! Дубай? Дубай, Дубай! Саудия-Арабия вошла и... Саудия-Арабия? Да, это все сауди-мония. Оу. Вот так вот, слышали? Саудовские бабки отстроили Дубая. Надо прекратить говорить это слово, потому что оно как-то очень по-колхозному звучит. И меня лишний раз компрометирует. Дубайское утро гораздо ярче, чем стамбульское утро. Это вот подметил наш патрон и сослался на то, что уж очень он сильно в Стамбуле притомился. И Дубай помогает ему согнать эту накопившуюся в нем усталость. За столом была раскрыта наша первая бутылка, и шеф даже толкнул речь. Мол, парни, вы все молодцы, вы все очень хорошо поработали, нам впереди предстоит такое бабло, вы просто готовьте лопаты и мешки, как вы будете это загребать. Ну и так и так, и везде мы молодцы. И поэтому мы заслуживаем как следует хороший отдых. Ну так как Турция нас уж очень слишком растрепала. Ну что? Понеслась? Накачав себя веселым настроением, понеслись мы движевать. У меня много машин здесь, да? Да, броня. 150 машин? 150 машин у Али, которые принадлежат... Все, началось движение, автомобили, все серьезно. Шамаич коробку в спорт забыл переключить. Вот он ездит, душит. Ну это если вы помните. Уже пошел... Уже пошла четвертая неделя, как мы бухаем каждый день без остановки, поэтому настроение хорошее. Сил ноль, батареи где-то разряжены на 80%, примерно 20 еще рабочих. Так что вот такой расклад... Я вам так скажу, когда у вас садятся батареи, то ищите всегда поблизости пауэрбэнки. Вот они у нас нашлись, и шабаш был спасен. Со скоростью введен мы носились из клуба в клуб, и всем нашим друзьям, знакомым, хотя каких там друзей, друзей нас не было, всем нашим знакомым мы затирали одну и ту же телегу, что мы просто безумно в Турции, в Стамбуле вымотались, устали, работали там не покладая рук, темпы у нас были просто стахановские, ну или вообще будто бы мы чуть ли там в Сибири на золотых присках не трудились. Ну вот настолько мы устали, и Дубай это для нас вознаградительный санаторий. Благо совести у нас хватало вот эту дичь друг другу не рассказывать. Девиз того вечера был примерно, если его адаптировать на русский язык, то... Гуляю от рубля и выше. Вот обратите внимание, смотрите, как торжественно мы отмечаем. Такое чувство, что мы выиграли проездной в жизнь, или как будто бы мы достигли цели нашей жизни, я не знаю, но мы прям так праздновали. К примеру, если сейчас на это с другой стороны посмотреть, допустим, убрать звук, то публика радуется тому, что ей принесли большой кусок мяса. И сейчас его празднично подготовят, и все будут его есть. Ну и так ночь плавно перетекла в день. Вот сам Крис Хэмбург. Ну что, в очередной раз трясущейся рукой заснял последствия вчерашнего, ненужного для здоровья праздника. Сейчас, как обычно, за ваше здоровье. Уже принесли обед, а у всех состояние было как у Чарли. Чарли было тяжко, он погибал. Ну, поскольку вы сейчас видите этот очередной засранный стол, вот это все лилось нам на печень в больших количествах. Завтрак начинается где-то в 2 часа дня. Это уже норма, в принципе. Привык так. Есть один жирный минус, и он заключается в том, что нельзя сделать звонки по мессенджерам. Ну, допустим, позвонить по WhatsApp, или по Telegram, или сигналу, ну, неважно. Не работает. То есть необходимо воспользоваться VPN, и тогда уже осуществить звонок. Сейчас нахожусь на одном из трех островов под названием Палем Джамейра. Всего их три, вот два дополнительных названия, потому что сейчас не помню, но расскажу хотя бы про этот остров. Остров этот выполнен в виде пальмы. Это ствол и 16 листьев, и сверху эту пальму окружает волнорез в виде полумесяца. Длина волнореза составляет 11 километров, а сам остров из себя он составляет 5 на 5 километров, или другими словами 800 футбольных полей. И такой прекрасный вид. Ну, прям на самом деле какие-то фотообои, как по мне. Вот даже Луна, вот Луна, она вообще довольно поддельно выглядит, как и все остальное. Очень классно здесь находиться, проводить время, и как пил Носков, могу сказать одно. Это здорово. Вся банда в сборе, плохие парни так же плохо решили поиграть в бильярд. А теперь смотрите, если сейчас немножко тихо, но внимательно, вы сейчас увидите порог на экспорт. Особы на любой вкус. Вот тут вам аккуратненько присмотритесь, восточный вариант, а вот тут уже наш славянский. Если нужно, то далеко бегать не надо. Главное, чтобы при вас были Deutsche Marker или даже какие-нибудь писеты. И вот тут опять же по секрету, по секрету между нами, стоимость утихи стоят тысячу долларов. США. Не знаю, как вам, даже, к примеру, если я был бы разведен и был таким активным нападающим, то предпочел бы себя вести как Артем Дзюба, если вы понимаете, о чем я. Ну, как по мне, это уже слишком. Такие деньги на ветер выбрасываются. Да ну нет. Лягает день, не видает свои надеи ночи. Робитники заморились працувати. Сейчас кодом карать не буду, чтобы это дебилы посмотрим. Там в огне яскравы блищут лампы. Пригодные люди на вечер в клуб А этим вечером, точнее этой ночью, Биллиан решил набутылить диджея с его другом. Ну, тут, конечно, немного как-то пошловато звучит. Никто на стеклотару не садился. Это просто, знаете, очередная игра слов. В общем, щедрой рукой Биллиан решил задарить диджея шампанским. В данном случае это шампанское все предназначалось и диджею с его корешем. Была любимая песня Патрона, поэтому что текста знали практически наизусть. Ну и синим мчимся мы с нашими лихими друзьями обратно в отель. Наступало утро. Кто эти люди? Почему мы с ними тусили? Ну, честно говоря, когда я пересматривал видеоряд и даже их как-то имен не вспомнил. Ну что, теперь пора ложиться спать. О, боги, какой прекрасный рассвет. Я мразь пьяная. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Ох, как же я люблю это состояние вот этой псевдосвежести. Ты как бухал три недели подряд и тут вдруг решил ты отжаться. Один подходик тридцать раз и тебе кажется, что ты просто восстановился и даже прогрессируешь. Ну что, очередная ракета ламба. Тем вечером шеф дал команду, чтобы все через час были готовы, поскольку мы торжественно едем есть стейки с японской говядиной вагю. Ели стейки, запивали их саке, в общем заданием все справились. А если вам интересно, как было на вкус, на вот это просто замечательно, то этот фонтан является ярким представителем моих вкусовых рецептов. Честно вам скажу, мне не особо нравится такая потребительская жизнь от ресторана до ресторана, от кафе до кафе, зад у меня просто отваливается отсиженный, он деревянный. Я это ненавижу, это не по мне, что делать, дела есть дела. Не всегда я могу снимать в привычном формате, чтобы хотелось бы много вещей вам показать, но мне даже иногда нет возможности куда-либо добраться, поскольку путешествуем мы команда и есть определенные правила. Протокол мы его называли. Вот вдалеке видите, какой-то восточный чайник, это все дроны, шоу дронов. Они летают в воздухе, занимают определенную позицию в небе и начинают подсвечиваться. И таким образом они демонстрируют определенные фигуры. По типу какого-то кофейника, лошадь была и много-много другое. Думал, что это какая-то лазерная проекция, а потом мне объяснили, что я зачухонец сельский, это вообще дроны. Был удивлен. Бизнес будни, ну знаете, когда нет целей, тогда просто ездишь и смотришь все подряд и потенциально все рассматриваешь в качестве инвестиций. А те, кто вам про это рассказывает и предлагает вложиться, ну просто пользуются этим и ездят вам по ушам. Ну как-то так, ну все ходили и создавали имитацию бурной деятельности, ну в том числе и Биллион, конечно же. Как будто бы мы что-то ищем, чтобы во что-то вложиться. А в параллели, конечно же, мы ходим и думаем о нашей метавселенной. А теперь давайте я вам расскажу про саму бизнес-схему Биллиона, которую я впоследствии понял. Как-то недавно он со своим другом сделали они коин, который улетел в стратосферу и на базе того, когда он улетел в стратосферу, они обогащались, конечно же, как это часто бывает, разругались, хапанул кто сколько мог и разошлись. И остались каждый с пониманием того, как теперь надо правильно строить бизнес. Схема следующая. Идешь с баблом самые элитные клубы и все время тусуешься, разбрасываешь деньги направо-налево. Но главное, чтобы все тебя видели и параллельно с людьми знакомишься. Чаще всего, конечно, знакомства примерно схожие, но иногда попадаются какие-нибудь сводники. А сводникам что нужно? Ну главное, чтобы мы платили, получили они свой процент отката и может быть они тебя подведут, если у тебя, конечно же, правильно отлажен бизнес, к серьезным людям. Вот, например, как этот дядечка. Вот ему относится вот одна из этих квартир. Давайте сейчас буду показывать кадры. Такой рум-тур. А в параллеле продолжу рассказывать о самой схеме. Происходит у них встреча. Все поначалу очень вежливо и симпатично. Плавно инвестор начинает затрагивать тему инвестиций. И тогда, условно говоря, начинается ритуал. Биллион берет свой бубен в руки и начинается церемония заговора инвестора. Заклинания звучали примерно так. Мол, в блокчейне с 2004 года, подчеркиваю, с 2004 года, специалист высшего класса, вот я там, пятое-десятое, называются какие-то полугромкие имена проектов, ну и типа, вот, мол, он около них когда-то терся. Ну и, соответственно, инвестор начинает запрашивать целый объем информации касательно него, его компании, офиса, ну и так далее. А у Биллиона из всего запрашиваемой перечни документов есть только, вот, помните доску в Турции? Я показывал ее фотку, вот еще раз покажу. Вот, в принципе, все, что у него было. На вопрос инвестора о том, как по-настоящему зовут Биллиона, Биллион отвечает, меня зовут Биллион. Называйте меня Биллион, потому что мне так нравится. При этом даже свое настоящее имя не готов назвать, потому что что? Все верно, потому что протокол, но при этом он готов принять от вас полтора-два миллиона зелени, а взамен готов дать все словесные гарантии. Настоящие джентльмены заключают в сделке словесно. В общем, он на своем криптошифре. Но денег хочет и, соответственно, начинает требовать от Чарли, чтобы тот закрывал сделки. Чарли, конечно же, это делать не хочет, потому что, но это абсурд, безумие. На это, конечно же, Биллион психовал, извергался гневом, обвинял Чарли в саботаже, в провокации, в предательстве. Ну и в чем только можно. Но Чарли был стоек и непоколебим. Единственное, приходилось ему чаще прибегать к китайской медицине. Ну вот такая схема. А схема не работала. Ну хотя бы по той причине, потому что даже не было сайта. Я уже не говорю про токеномику, про лайтпейпер, про общую презентацию. Для Биллиона эти все слова были ругательны. Ну звучало это примерно так. Какая презентация? Зачем тебе она нужна? Че глаза портят? Тебе сейчас люди все объяснят. На словах. Если надо, позвони, перезвони, я тебе еще раз объясню. Ну и соответственно, что вы думаете, в делах у него были сложности. А мы такая бестолковая команда, сидим на него, смотрим, пользуемся всеми благами и еще с ним спорим. Бурж а-ля Раб, Бурж Халифа и поддельная луна. Биллион не взлюбил Чарли и за каждый скормленный Чарли витамин Биллион требовал от него просто максимальное количество задач. И вот пусть вам сейчас сам Чарли расскажет, какого рода задачи выполнял Чарли для Биллиона. Потому что, если это я сейчас скажу, вы поверьте пальцем у виска и все равно мне не поверите. А вот давайте сейчас позвоним Чарли и вот он вам расскажет. Чарли Йо! Йо! Салам алейкум, бро! Салам алейкум! Вы 엄청ненько Счастливо Приклад здесь я не могу показать и нужно быть подвлений даже если у тебя садьбы. I'm cool Tell me about the assignment Now that I think of it It's one of the stupidest shit And I never even finished it And he never asked me again for it Like he's like Yeah Gino You gotta make the deck of cards I'm like Cause usually when people refer to the deck of cards It's like you know the deck of cards for Iraq Deck of cards for Afghanistan There's like a place He's like You gotta make the deck of cards I'm like For who? For where? He's like Give me all the top narcos And like make the deck of cards And I'm like Okay Are we fucking bounty hunters now or what? He's like Just fucking do it Gino No questions And don't tell nobody Okay So I started making it I don't even know why I didn't give a fuck I was like whatever I was high or some shit And then I started making it And then like I realized that You know I did some research I'm like okay So who are these narcos Like of course I know like The bigger ones And then like You know I couldn't fill out All the positions Like all the cards The full deck And I told him Like yo bro There's not enough narcos He's like They use a terrorist or some shit I don't give a fuck Just fill those cards Make my deck of cards And after I heard that I just fucking stopped I didn't even fucking finish it And that motherfucker Never asked me again about it And it's the stupidest shit I have ever fucking been asked to do He was saying some shit Like yeah We got this thing Where like This app We're gonna fucking It's a game And it's called Narco Hunters And people are gonna play game And the money they generate In the game Are gonna be Used to take out narcos Are you ready? Boots on the ground And all this shit I'm like bitch Shut the fuck up I see that Yeah Так Не знаю Что это Но Наши друзья Прилетели Из Англии И Свалились Позавчера С мощным Просто Гриппом Или не знаю С чем Короче Под Градом Температура И так далее Вчера Уже Часть ребят Тоже Все Почувствовала Скверно И вот Настал Мой черед Что-то Себя чувствую Вообще Не важно Выпил Парацетамол Еще Что-то Выпил Кроме Алкоголя И Чувствую Себя Вообще Не в лучшей Форме Не знаю Я надеюсь Что это Не корона Это была Одна из Ее разновидностей Омикрон Свалила Она Нас Всех В пятерых Включая Дежурную Спутницу Патрона Вот Здесь Отдать Ей Этой Девушке Должное Поскольку Она Подсуетилась И нашла Нам Подпольного Лекаря Лепилу Из Ирана И вот На этой Кушетке Он нам Делал Капельницы И лечил Нас Иранскими Таблетками Понятное дело Я это все не снимал Потому что В те годы Говорили только О ковиде И боялись Только ковид Поэтому тут Знаете Как можно верить На слово А можно и не верить Я не против Ну и где-то Четыре дня Из поездки Пришлось провести Просто тупо В постели Ну и как С каждым днем Обстановка была Все более нервознее Напряженнее Плюс уже Ко всему Уже подходили Праздники Это Католическое Рождество И плюс Конечно же День моей Заработной платы Потому что Это уже пошел Второй Месяц И но Я как-то подхожу К Биллину Говорю Братанчик Тут придется Заплатить Он как бы Да-да-да-да-да Так что-то Пофыркал Ну опять же Понятно За что мне платить С другой стороны Синью не видел Тоже надо Компенсировать А заплатил У меня только Половину от суммы Ну Это и то Спасибо Сказал остальное Вышнет на Рождество Или чуть-чуть позже После Рождества Ну а тем временем Я отправился Наконец-таки Домой Через аэропорт После праздников У нас уже Сформировался план И мы договорились В середине января Встретиться в Казахстане После чего Оттуда вылетаем В Киев И потом в Москву Ну и как вы понимаете Этому плану Не суждено было быть Мы же тогда Этого всего не знали В общем Я укатил Остальные члены команды Тоже разлетелись И остался Иронично бы это не звучало Чарли с Биллианом И они отправились В Нью-Йорк Тем временем Я уже у себя дома был И тут приходит сообщение Мне о Чарли Братан Мы сейчас с Биллианом Сидим в аэропорту В Нью-Йорке На чемоданах И вот сейчас будем вызывать Такси У меня такое чувство Что у него Закончились деньги Я как-то читаю Перечитал Какой бред Ну подожди Ну там Не может быть Он говорит Ну я сейчас Я к нему поеду Еще пару дней Поживу Ну то есть Ориентируюсь по обстановке Но у меня такое чувство Что что-то Дело труба Ну как бы Для меня это было Просто удивительно Звонит мне через день Чарли Ну пока Биллиан спит Братан Все Бабло он все свое Засадил Денег у него Больше нет Потому что Ну там уже пошли Личные подробности Которые я не хочу говорить Но это Некрасиво Но другими словами Все бабло Осталось В Дубае В Турции Денег у него нет Я сейчас планирую Езжать К себе в Канаду Вот он мне еле Наковырял на ПЦР И на такси Сказал Чуть-чуть позже Пришлет еще денег Забросит Понятно что там Не на Рождество Он мне Ничего не сбросил Да и Бог с ним А Чарли вообще Улетел То есть Говорит У меня наличности По доллару По 10 По 20 По 100 долларов Вот то что он мне Насобирал То и мне Дал И вот на эти деньги Он полетел К себе в Канаду При мне Лично Было потрачено Порядка 300 тысяч Это вот Просто было Вот так вот Выкинуто Чаевые рестораны Бары А Чарли с ним Протусовался Еще дольше Они еще там были В Лондоне В Словении До того И там где-то Ну там цифров Ну где-то Гораздо больше было На некого Так назовем Венка Который он рассчитывал Что он придет К нему на помощь Ничего не пришло Никто его не поддержал Там от каких-то там Проектов Ну и в принципе Он засадил Таким образом Все свое бабло Вот такая история All right Tell me about When you guys Were at the airport Remember like When did you understand That he was Oh yo I found ourselves Sitting on our suitcases Waiting for a fucking taxi But we were waiting For like an hour and a half I remember And I was getting Fucking pissed off I was like Yo Should I call us And Uber He's like No Don't worry Protocol Protocol Yeah Everything You have to have a protocol And then at night He spends like That much money And everyone In the fucking club Is looking at us Yeah And so What happened To the fucking protocol Yeah Just Yeah man What a beautiful Waste of time I would say I like to mention You know What a beautiful Waste of money Yes Yes Exactly Time and money What a waste Of life It was It was the end Of the road I saw that And his His party Was over And so Yeah Yeah The party was fun Yeah But we didn't come to party You know Yeah Звонит мне как-то Через полтора месяца После всех наших тусовок Номер телефона Из Объединенных Арабских Эмиратов В 5 утра Я думаю Ну что замерзавец Мне даже любопытно Кто ты собака Беру трубку Там какой-то довольно Блатной Русскоговорящий голос Видно, что он Под шофе Типа Алло Это Вадим Да, Вадим Я там Такой-то Такой-то Я говорю Ничего Ну давай Там Что там За Биллиан Скажешь Ты вообще Кто Ну то есть Давай Там И с напором Я вообще не понял Обычно Я думал Что с колл-центра Звонили А тут прям С напором Давай Скажи за него Я говорю Я скажу Только в том случае Если Биллиан Будет рядом И вообще Вы кто Он говорит Ну хорошо На Трубку Дает трубку Биллиан И Как бы Алло Там Вадим Здорово Ты помнишь Ну и там Начинаются Такие внутренние Качели Которые Произошли Между Чарли Говорит Да Это собака Вот Сидит С наручниками Пристегнутая Кровать И Типа Сейчас Мы его Будем Он тут Нагрел Очень Очень Много Кого Я как бы Тут у меня Вообще То есть Я уже Как будто Кофе Выпил У меня Спина Вытянулась Ладошки Змокли Я говорю Смыслив Чего Ну вот Он Типа Там Надалживал Надалживал Ну и Красиво Жил Все Братан Спасибо Тебе Большое Все Там Всех Блак Я говорю Слушай А ты хоть Кто Тебе Как зовут В дреме Это все Было Меня Там зовут Как Тебе А тебе Какая Разница Там Типа Ты Ты На какой Стороне На темной На светлой Ты Пацанов На хату Что-то Поддерживаешь Я С этим Максимально В дистанции Скажем Так Такую терминологию Особую Мне она Не интересна Не по душе Я Я как бы Я там На хорошей стороне Я вот Так и так Ну все Давай Там Живи Молодец Ну вот Последнее Упоминание О Биллиане Было Когда Какой-то Русскоговорящий Голос Со мной Разговаривал И Биллиан Звучал Очень Звонко Натянуто И очень Напряженно Так что Понятно Что То есть Эти денег Он не заработал И все Проекты Это так Знаете Как Воспаленная Фантазия Может быть Знаете Когда Детские Фантазии На наркотики Наложились И вот У тебя там Что-то Произошло Пытался Что-то Построить Но Препочитал Больше Человек Тусоваться Нежели Чего-либо Делать Ну и вот Такой Итог Надеюсь Вам эта история Понравилась Оно было Забавно Как мне кажется Ну и Увидимся До скорых встреч Так что Всего доброго